Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Вы не раз слышали, читали в моих статьях, видели в видео, когда я говорю о том, что брусья – лучшее упражнение для грудных мышц. Многие не соглашаются, многие соглашаются, те, кто соглашается и пробует на собственном опыте, убеждаются, насколько масса и сила грудных мышц увеличивается и всего плечевого пояса в целом. Но сегодня мы поговорим о другом. Сегодня мы поговорим о лучшем упражнении для широчайших мышц спины. Кто внимательно читает мои статьи и следит за видеороликами, уже догадались. Да, лучшее упражнение для широчайших мышц спины – это, друзья, подтягивания. Подтягивания на перекладине, либо на кольцах. И это подтверждено не раз было и практикой, и теорией. А сегодня я вам расскажу и покажу о том, как было доказано, что широчайшие мышцы лучше всего активируются, включаются в работу при подтягиваниях. Я вам рассказывал о курсах, которые считаются в Америке одними из лучших. Это курсы от сети Gold Gym. И именно только через эти курсы вы можете стать инструктором именно в сети тренажерных залов Gold Gym. Это на самом деле очень серьезные курсы, серьезная подготовка, серьезная литература. Чтобы вы понимали, экзамен сдается примерно 4 часа. Я знаю людей, которые прошли эти курсы. У меня у самого есть их учебники. Поверьте, действительно, информация максимально приближена к настоящей, универсальной, к той, которая современная, актуальная, подтверждена многими исследованиями, которые ведутся в нашей сфере очень и очень мало и зачастую неправильно. Почему неправильно? Потому что, я уже не раз говорил, берутся совершенно нетренированные люди, люди, которые никогда раньше не тренировались зачастую. Но это тема совершенно отдельного ролика. Сегодня я покажу и расскажу, почему подтягивания – самые лучшие упражнения, самое лучшее упражнение для широчайших мышц спины. Американский журнал, который специализируется именно на упражнениях, на физической культуре, который называется «American Council of Exercise», что переводится как «Американский совет для упражнений по упражнениям». Выпускает для своих сертифицированных профессионалов, а у меня, вы знаете, много таких и друзей, и знакомых, в котором иногда встречаются очень интересные исследования. В одном из них решили выяснить, есть ли среди наиболее используемых упражнений для спины одно, одно единственное упражнение, которое бы задействовало и прорабатывало максимально все пять основных мышц. Давайте вспомним, какие у нас основные мышцы на спине. Широчайшие, среднее и малое трапециевидное, подосное и разгибатели спины. Итак, внимание, вопрос. Достаточно ли какого-то одного упражнения, чтобы качественно проработать все мышцы спины? В исследовании участвовало 19 здоровых мужчин в возрасте от 19 до 25 лет, имеющие предыдущий опыт занятий со спортом и хорошо знакомых с технологией выполнения восьми выбранных упражнений. А упражнения были следующие. Вертикальная и горизонтальная тяга в тренажере, естественно, тяга в наклоне, подтягивания в висе лёжа, подтягивания на перекладине узким и широким хватом, подтягивания в TRX и IYT подъёмы гантелей. И с гантелями был определён максимальный вес для каждого участника. К мышцам участников были прикреплены электроды, которые замерили максимальное сокращение каждой тестируемой мышцы в спокойном состоянии, а затем во время выполнения самого упражнения. Упражнения выполнялись по 5 повторений с собственным весом подтягивания или с весом 70% от одного разового повторения. Тяги, подъёмы гантелей в случайном порядке. Отдых между подходами был 3 минутам равен. Результаты упражнения, которые задействовали мышцу, приводятся в порядке снижения эффективности. Средняя трапеция. Тяга в наклоне, подтягивания в висе лёжа. Горизонтальная тяга. Подъёмы гантелей. Нижняя трапеция. Гантелей, подъёмы. Самая эффективная. Тяга в наклоне, второе место. Широчайшая. И вот здесь, внимание. Подтягивания на перекладине оказались значительно эффективнее, чем все остальные. Однако, все 4 вида тяг, также достаточно неплохо включают широчайшую мышцу. Подосная. Также тяга гантелей. Подтягивания в висе лёжа. Тяга в наклоне. Подтягивания широким хватом. Разгибатели спины. Тяга в наклоне оказалась на порядок эффективнее других. Понятное дело, почему. Ну что, друзья. Как всегда, в принципе, я вам и говорил, для широчайшей мышцы спины, именно для широчайшей, лучше, чем подтягивания, нет, не было и не будет. Подтягиваемся и ещё раз подтягиваемся. Я живу и тренируюсь в Америке, вижу очень много и знаю тренирующихся, выступающих спортсменов элитного уровня. И многие из них любую свою тренировку, естественно, после разминки, начинают с подтягиваний. Почему? Надеюсь, вам понравился данный выпуск. Ставьте палец вверх. Обязательно делитесь им в своих соцсетях. Это лучшая благодарность вам, каналу и мне лично. Если вам что-то не понравилось, если вы считаете информацию неверной, напишите в комментариях, с чем вы не согласны, какое, на ваш взгляд, лучшее упражнение для широчайших мышц спины, если вы против подтягиваний. И смело ставьте дизлайк. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры создавал DimaTorzok